Доброй ночи! События дня на БТБ. Моя хата не скраю. Теперь именно эта фраза характеризует украинцев, уверен президент Пётр Порошенко. По его словам, главную роль в единении страны сыграли неравнодушные сегодняшним вызовом волонтёры. С ними сегодня и провёл встречу глава государства. О чём говорили и каких результатов удалось достичь в материале наших корреспондентов. Немедленно уволить руководителей двух департаментов Министерства обороны, отвечавших за материально-техническое обеспечение, закупку вооружения, проведение тендеров, поручил президент Украины Пётр Порошенко. Решение основано на предварительных результатах расследования о неэффективном расходовании средств, предназначенных для вооружённых сил и нацгвардии. В дальнейшем же проведение госзакупок будут контролировать общественные советы при министерствах вместе с зарекомендовавшими себя волонтёрами. Там, где вы найдёте любые позиции, что было это куплено с нарушением прозрачности, по завышенным ценам, или там, где это заняло больше времени, чем это возможно в условиях военного времени, будет соответствующая реакция и моя. Я вам это обещаю. Для дальнейшей координации действий между волонтёрами и органами власти на местах предполагается назначение ответственных лиц. В случае невозможности решения какого-либо вопроса на местном уровне, добровольные помощники смогут обратиться на горячую телефонную линию, которую открывают в администрации президента. Кроме того, руководство страны взялось поспособствовать упрощению деятельности активистов. Один из главных вопросов – это вопрос таможенного оформления грузов, которые сегодня идут из Европы. Здесь волонтёрские организации сталкиваются с проблемами. Это вопрос прямых отношений с премьер-министром Польши, с тем, чтобы внести изменения в законодательство Польши, для того, чтобы можно было увеличить возможности волонтёрских организаций. Тем временем уже сегодня стороны договорились отменить повторную сертификацию лекарств, входящих в состав личной аптечки бойцов, упростить процедуру поставки им необходимого вооружения и средств защиты, а также освободить участников АТО от квартплаты. Эти задачи в ближайшее время должны реализовать профильные ведомства. Я очарован этой встречей. Другого не могу просто слова подобрать. Я не ожидал, что в течение часа системно будут решены достаточно болезненные вопросы, которые мы не смогли пробиться и решить в течение четырёх месяцев. Если так власть будет вести себя и дальше, то, я думаю, у нас многое получится. В свою очередь президент отметил, правда, на стороне Украины победа будет за нами и уже в ближайшее время. Вера Свердлак, Александр Котельников, БТБ. Поговорил с волонтёрами, президент провёл встречу с лидерами парламентских фракций и групп. Глава государства предложил депутатам отменить подоходный налог на благотворительные взносы для нужд АТО. Суть законопроекта заключается в том, чтобы благотворительные взносы на закупку оборудования, продуктов или выплату компенсаций за перемещение в конце года не облагались подоходным налогом с граждан. Также глава государства обратил внимание на необходимость разрешения правоохранительным органам задерживать подозреваемых в совершении преступлений на срок до 30 суток. Кроме того, поднимался вопрос о необходимости урегулирования работы судов. А именно, во избежание ситуации с принятием решения под давлением боевиком следует дать возможность передачи рассмотрения дел другим судам Украины. Разведгруппа сил АТО попала в засадку в районе Иловайска. О потерях пока неизвестно. Об этом сообщил руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. В зоне АТО наиболее сложной остается обстановка в районе Донецка, Луганска, Стаханово, Алчевска, Горловке. Боевики принимают меры, чтобы не допустить блокировки их сил. Десантники провели рейд по поиску и безвреживанию группировок, а также по уничтожению арсеналов боевиков. В ходе боев уничтожена живая сила и техника противника. Есть ранения среди силовиков. Кроме того, в районе Красного Яра боевикам удалось ударом с града пытались сорвать рейды украинских подразделений. А с территории России позиции сил АТО были обстреляны в Сабовке, Андреевке, Марьяновке и Дьякове. В Донецкой области обесточено 67 населенных пунктов. В самом городе слышны взрывы в Кировском районе на хуторе Широкий. Коммунальный транспорт ограничил время движения. Аварийные бригады восстанавливали электроснабжение. Запитана первая площадка админпоселка. Частично восстановлено электроснабжение микрорайона «Текстильщик». Чтобы перераспределить нагрузку, в Петровском и Кировском районе временно отключают свет. В Донецке не работает оператор мобильной связи МТС. В результате боев за сутки в городе погибли трое мирных жителей. Артобстрелами повредили много жилых домов и инфраструктуру Петровского и Кировского районов. Горел полигон Петровской саночистки. Шли бои в Луганске. До сих пор нет света, воды и связи в городе. Большинство магазинов закрыты, продуктов нет. Хлеб привозят и продают сладков. На некоторых рынках есть работающие точки. В наличии только овощи. Редко в продаже можно найти мясо. В городе отсутствует топливо. Серьезные проблемы с вывозом мусора. По сообщению Горсовета, в Луганске началась экологическая катастрофа. Сегодня через гуманитарный коридор город покинули более 500 жителей. В Горловке за период артобстрелов погибли 33 жителей и 129 раненые. Кроме того, серьезно повреждены объекты коммунальной инфраструктуры. В результате остановки работы фильтровальной станции номер один без воды остался Калининский район. В нескольких поселках отсутствует газа, вода и электроснабжение. В настоящее время все коммунальные предприятия работают в сокращенном напряженном режиме. Сегодня боевики взорвали пешеходный мост через канал, который связывает два района Горловки. По предварительным данным, таким образом террористы хотят затруднить наступление украинских военных. Есть вероятность, что может быть разрушен и параллельный автомобильный мост. В Харькове и Мелитополе действуют два перевалочных пункта батальонов добровольцев. Это северные и восточные коридоры, по которым производится поставка военным еды, лекарств и необходимой амуниции. Об этом сообщил руководитель Центра содействия добровольцев Романа Рищенко. Спецгруппа из 30 человек батальона Чернигов в Северодонецке на блокпостах задержала более 20 подозрительных лиц вследствие проверки информации в их мобильных телефонах. Большое количество, скажем так, террористов, есть хуже, слово не хочу употреблять, задержано, передали в штаб, с ними работают специалисты. Также изъято огромное количество оружия непосредственно и в Рубежном, и в Северодонецке. Знаменитая пушка «Зайка». Нидерланды приостанавливают поисковые работы на месте крушения малазийского Боинга в Донецкой области. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рюте. Он подчеркнул, что миссия экспертов подвержена слишком большой опасности. По словам Рюте, это временное прекращение работ. Сегодня же группа из 12 малазийских специалистов прибыла на место крушения Боинга и провела там менее двух часов, после чего эксперты были вынуждены покинуть местонахождение обломков из-за непрекращающихся обстрелов. 31 июля украинские силовики со своей стороны прекратили вести огонь. Об ответных действиях со стороны боевиков заявлено не было. В НАТО полагают, что Россия может вторгнуться в Украину под предлогом проведения гуманитарной миротворческой операции. Как сказал официальный представитель Североатлантического альянса Оуан Алангеско, Россия стянула к восточным границам Украины 20 тысяч боеспособных солдат. И это вызывает беспокойство. Сегодня же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские миротворческие подразделения должны находиться в постоянной боевой готовности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал действия Российской Федерации. По его словам, угроза вторжения российских войск в Украину резко возросла. Если Кремль решится на это, Варшава будет призывать западное сообщество ответить на такие действия. При этом Туск добавил, ограничения Евросоюза в отношении России ударят по европейской экономике. Однако отсутствие таких санкций имело бы катастрофические последствия. У нас есть причины подозревать. В течение последних нескольких часов мы получали соответствующую информацию, что риск прямого вторжения сейчас в Украину без сомнения выше, чем был несколько дней назад. Про теоретическую возможность российского вторжения в Украину говорят и в СНБО. Ведомство анализирует все возможные направления, по которым может идти наступление. Что делает в этом контексте украинская сторона, спикер СНБО не сказал, поскольку это информация с ограниченным доступом и может быть использована российскими разведслужбами. А в администрации президента введение в Украину так называемых миротворческих войск со стороны России назвали прямой агрессией. По словам первого заместителя главы администрации президента Геннадия Зубко, российские войска, которые уже не первый месяц находятся рядом с границей Украины, назвать миротворческими очень сложно. И напомнил, что на востоке страны нет гражданского противостояния. Там ведется война между российскими сепаратистами, которым платят за то, чтобы они воевали против украинской армии и национальной гвардии Украины. Американский ракетный крейсер «Вэлла Галф» вошел в Черное море. Об этом сообщается на сайте командования 6-м флотом военно-морских сил США. Заявление подчеркивается, что присутствие крейсера в Черноморье будет способствовать миру и стабильности в регионе. Корабль вооружен 26-ю крылатыми ракетами и ракетами-перехватчиками, которые позволяют поражать за атмосферные цели на дистанции в 500 километров. Санкции Соединенных Штатов Америки против энергетического сектора России сегодня официально вступили в силу. Власти Канады объявили о присоединении к санкциям Штатов и Европейского Союза против Российской Федерации. В ответ Путин запретил ввоз продуктов питания и других товаров США, Европы, Японии, Канады и Австралии. Президент России запретил в течение года ввозить в страну сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против Москвы санкции. Это США, Европа, Япония, Канада и Австралия. Ранее Кремль запретил ввоз фруктов из Польши. По некоторым подсчетам 80% продуктов в России импорт. Так, Федерация на втором месте в мире по ввозу американской курятины. Почти половина яблок, продаваемых в России, импортные. Еще до запрета на импорт продовольствия цены на продукты росли как на дрожжах. Так, стоимость мяса поднялась в этом году на 20%. В итоге инфляция в 2014-м может составить 7,5%. Треть этого роста цен обеспечат запреты на импорт. Санкции США против энергетического сектора России сегодня официально вступили в силу. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня в Федеральном регистре США. Новый раунд ограничений подразумевает запрет на поставку оборудования для глубинной добычи разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа. Власти Канады объявили о присоединении к санкциям США и Европейского союза против России. В санкционный список добавлены 19 россиян и украинцев, а также 22 российских и украинских юридических лица. В частности, под санкции Канады попали Банк Москвы, Добролет, Россельхозбанк, Русский национальный коммерческий банк, ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация. Ранее санкции против вышеназванных компаний ввели США и ЕС. Александр Мужичук, БТБ. Уже в сентябре парламент должен принять закон об экономическом росте, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие страны. Среди реформы изменения в системе налогообложения и уменьшения единого соцвзноса. В результате доходы украинцев увеличатся. Подробнее о планах правительства далее в сюжете. Продолжение следует... Было 22 налога. Становится 9. Была выплата налога на прибыль по налоговой ведомости. Мы ее отменяем и теперь будем, как люди, платить по бухгалтерской отчетности. И радикально улучшаем администрирование и систему выплаты налогов и сборов. И радикально улучшаем администрирование и систему выплаты податков и сборов. Также Кабмин предлагает кардинально изменить налогообложение зарплат, оставив 41% или 37% единого соцвзноса с минимальной зарплаты и, соответственно, 15% и 19% с доходов, которые превышают минимальный. В качестве примера премьер-министр привел среднюю зарплату по Украине 3650 гривен. Значительное снижение объема соцвзноса позволит в среднем на 700 гривен увеличить доходы простых граждан. Мы в три раза уменьшаем нагрузку на фонд заработной платы. Выводим из синевых схем заработные платы и вводим принцип справедливого налогообложения доходов граждан. Меньше зарабатываешь – меньше платишь налогов. Больше зарабатываешь – больше платишь. Во вторник правительство Украины направит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о бюджетной децентрализации. Согласно его положениям, отныне средства от сбора налога на недвижимость и единого налога будут направляться в регионы. Однако, Арсений Яценюк подчеркнул, местные органы власти получат не только полномочия и ресурсы, но и будут нести ответственность за перераспределение бюджетных потоков в интересах территориальных общин. Андрей Луценко, Алена Деркач, Олег Павлюченко, Владлен 0, БТБ. В текущем году газ, тепло и электроэнергия для населения подорожают. Соответственно, вырастут в цене и услуги ЖКХ. Увеличение стоимости теплоресурсов справедливо считают эксперты, ведь многие годы граждане платили за тепло и электроэнергию гораздо меньше себестоимости. Впрочем, повышение тарифов не сильно ударит по кошелькам граждан, если те предпримут определенные условия. Какие именно, расскажем в следующем сюжете. С 1 июля тепло для населения подорожало на 40%. Тарифы на газ и электроэнергию также вырастут. К примеру, квартплата в Киеве зимой подскочит почти в два раза, утверждают столичные чиновники. И настаивают, что это объективная цена. Ведь прежние годы население платило за энергоресурсы гораздо меньше их реальной себестоимости. Такая политика фактически разоряла теплогенерирующие и поставляющие компании, убытки которых в этом году превысили 3 миллиарда гривен. По результатам прошлого года тарифы на тепловую энергию компенсировались только на 73%. Если говорить об услуге водоснабжения, то уровень компенсации составил 69%. То есть мы понимаем, что часть затрат не покрылась, тарифы были экономически необоснованными. Конечно, такая ситуация не может позитивно влиять на функционирование самого предприятия, а также качество услуг, которые предоставляются населению. Реализовывать теплоносители населению гораздо дешевле себестоимости все равно, что продавать «Бентли» по цене «Жигулей». Так эксперты характеризуют существующую до ныне тарифную политику на энергоносители. Поэтому увеличение тарифов на газ, тепло и электроэнергию для граждан называют вполне оправданным шагом. А чтобы платить меньше, рекомендуют гражданам быть бережливее и меньше потреблять путем утепления своих домов и внедрения прочих энергосберегательных технологий. В Европе, к примеру, тепла в домах потребляется в три раза меньше, чем у нас. Есть количество энергии, необходимое для того, чтобы обогреть квадратный метр в год, для обеспечения комфортного существования в доме. Так вот, в среднем по Украине этот показатель составляет 260 или 265 киловатт за квадратный метр в год. А в Евросоюзе этот показатель колеблется между 90 и 120. В соответствии с новыми решениями, которые сейчас приняты, к 30-му году они придут к сокращению до 40 киловатт, а до 50-го года к 15 киловаттам. По оценкам экспертов, в стране для термомодернизации домов необходимо свыше 800 миллиардов гривен. Проблему может решить механизм государственной компенсации кредитов или работ гражданам, внедривших энергосберегательные технологии. Оксана Прыжко, Андрей Коваль, БТБ. Спасибо за то, что вы с нами. До встречи в 23.00. Редактор субтитров А.Семкин